Всем привет! Это мой новый видеообзор на коллекцию насекомых и их знакомых. Недавно в среду вышел очередной выпуск коллекции насекомых и их знакомых. Это Азиатский Клоп. Азиатский Клоп нам привезли почти все палатки были со старыми брусками. И только через пару дней я нашел один новый. Ну, а одну палатку с новыми жуками. Мне попался вот такой лоб. Мне он понравился сразу. Все части тела на месте. Акрил прозрачный, как всегда. Ну, как всегда. В 2014 году. Хорошо видно пахучие железы. Крылышки видно хорошо. Усы на месте. Серебра нет. Вот так он будет выглядеть под светом. Сейчас как-нибудь. Вот. И так в журнале. Вот журнал у нас. Сразу хочу сказать, что тираж уменьшился почти в три раза. Два с половиной. Теперь 126 тысяч всего. Как всегда, к выпуску прилагается карточка Клопа. Вот. И все о нем рассказывается. Вот. В журнале самом идет статья о Клопах. О всех. Какие бывают. Строения. Представлен тут. Клоп-щетник. Вот. Как они питаются. Места обитания. Кстати, хочу сказать, Клопы обитают везде. И в воде, и на суше. Такие разные клопы бывают. Образ жизни. Это размножение. Питание. Стадия личинки. Тут, кстати, гигантский водяной клоп нарисован из 12-го номера. Нападение и защита. Основные враги. Основные жертвы Клопов. И основные враги Клопов. Очень интересный в этом номере рассказ. С Клопами сам неоднократно сталкивался. И. Какие бывают. Клопы. Клопы жизни человека. Клопы. Водомерки. Вот водомерка. А это гигантский водяной клоп. Какие разные. Хищнец. Членистоногий человек. Осторожность не помешает. Это рассказ, как предостеречься от Клопов и спасти свой урожай. Ну, как всегда, картинка. У меня гостиния стандартная. Сзади реклама магазина. И в следующем номере гигантский водяной клоп и кейс. Сразу скажу, в журналах, никогда кейс не обозначает и не будут его анонсировать. Он просто в любой момент может прийти. Ну, и Клоп. Вот так у нас уже выглядит кейс на сегодня. Ну, не считая тех двух больших мусков. Всем спасибо.